зерелый вкусный горошек у меня такой зеленый горох ассоциируется с детством молодые штучки кстати эти стручки тоже можно съедать там такую пленочку сдираешь как настрой боевой у нас сирена верны легкий назовем это перекусом снимай меня я даже не накрашена уверена верно вот это стоит безалкогольное пиво а у меня пиво алкогольное хотя практически не пивного сегодня решил чуть-чуть согрешить и этому набрали горох и зеленого в стручках пиво надо вам сказать никакое невкусное отдыхаем я снимать я вот любуюсь на произведение искусства сашиного не саши ливии вот я вижу 10 цветков на одном пусть я распустившихся и столько же еще не распустившихся может быть даже больше не сосчитать пойду покажу наши лилии да шалфей просто мы покупали два вида что-то по 2 евро ну очень дешево в горшках такие я извиняюсь пиздельки такие которых вообще там непонятно чтобы выросло а сейчас это выросло больше чем полметра пчелы на них не вылетают оттуда они там живут такие метелки цветов пойду покажу вот наша небольшая клумба вот лилии которые мы купили под руководством ирина владимировна прошлом году посадили им год раз лилия красная там оранжевая лилия это нашел фей и он так приманивает всяких пчел и шмелей даже больше чем лаванда видите он весь буквально окутан в данный момент шмелями все в них что-то мы сами из него чай никакой не пили будем пить из него чай ну конечно из цветов вот другой шалфей названием уже конечно не помним у нас этот весь шалфей у нее такие тяжелые вот эти бутоны прямо как шапки и он развалился превратился такой большой-большой практически блин и его пришлось подвязывать вот скоро у нас тут другие лилии это все разные сорта а вот собирается цвести три вида стиль бы это одна стиль бы вот это бутончики поменьше другая и вот там вот третья тоже вся вся в бутонах такая у нас комбо просто раз посадили купили за полтора евре к это бальзамин называется бальза бальзамина не путайте меня сегодня мы будем мы с сашей решили сделать легкий обед кусочек лосося купила 400 грамм вот сделаем три кусочка до по одному один то не привезем она сегодня работает но и все и с огорода там возьмем видисочку наверно да да может огурчик приди сколько мы девять огурцов съели поэтому уже съели девять огурцов я думаю сегодня мы еще снимем парочку мы еще и собаку ими кормим он очень любит у нас собака наш чарлик огурцы любит не меньше мы можем даже больше вот а так обо мне чего вес стоит потому что настолько ноги отекли как подушки ничего не помогает что-то наверное пока жара не спадет не будет ничего хорошего сердце не не качает не успевает не справляется вся жидкость которой пью свой литр и немножко больше он весь усваивается на это не совсем хорошо и ничего поделать не могу вот сегодня еще будет попытка избавления от жидкости с помощью арбуза у нас 6 килограммовый арбуз дома сашуля его порежет а вы не боитесь что жидкость не уйдет и вы сами превратитесь в арбуз ну а что делать уже превращусь так потом сниму все равно все она сойдет у меня уже так было вставала добавлялась веса а потом уходил помнишь какую-то неделю ушло что-то килограмма 3 вот это вода все это все вода но никак и уже уже искала другого кардиолога сходить на консультацию но как-то поменять терапию не могу не от давления пить у меня падает давление ничего не могу также тоже нельзя ну что касается пищевого окна все это остается и это все у меня железная не нарушаю погодите по крайней мере вы сейчас ничего не добавили то есть вес застопорился нет я добавила не скажу сколько зачем это говорить потому что это стоит ну 100 грамм и добавили черт с ними да он застопорился он не будет сейчас уходить я вижу по отекам вот сейчас у меня еще и работа начнется просто жуть вот еще где-то первая неделя июля ничего а если не придет никто к нам на помощь работать одна уезжает в отпуск мы остаемся вдвоем 7 дней подряд ну как вы думаете что это будет вы пожухли вместе с этими анютиными я пожухла да вот я пожухла сил у меня нет в эту жару сегодня у нас там бабулечка спрашивает одна на первом этаже она все время у окна сидит как часовой в своей квартире говорит Ира как ты жару переносишь я говорю да хреново я дожила до теплового удара а что делать я же еще работаю у меня еще коллега и дует этот кондиционер в спину так она его все время выключает я уже говорю Наташа следи за температурой в зале а в зале 25 это рядом с кондиционером так что тяжело работать сейчас в жару хотя хорошо наслаждаемся летом ловим лучи солнца в умеренном количестве сегодня хорошо облачка есть думаю что так уж не зажаримся ладно давайте гороху поедем а я поела теперь твоя порция хотел вам задать вопрос касающиеся там несколько женщин так получилось подряд спрашивали касающиеся эндопротезирования у них у обеих прошло что-то около месяца еще говорят дискомфорт ноги там отекает нога кто-то говорит что сгибается но только на 90 градусов вот ответьте на эти вопросы во первых через какое время нога должна сгибаться хоть ну вот на эти положенные 90 градусов или можно больше сгибать и второй сейчас погодите второй все таки когда вот эта отечность когда это дискомфорт в той или иной мере проходит так начнем с отечности вы сейчас вы сейчас скажите как не как не как врач фармацевт вы же не оперирующий хирург просто как пациент ну и который скажем так в теме как медик отек после операционной сохраняется довольно долго может сохраняться долго до полугода все зависит еще плюс от вашего основного заболевания может быть у вас варикоз расширены вены вес само собой жара сейчас способствует этому отеку до сосуды расширяются и поэтому ноги отекают ну и сама операция пока там все наладится пока заживет ведь то что вы видите снаружи заживает шов это вы видите только лишь кожу и все под ней еще находятся мышцы еще находятся оболочки мышц и так далее это все должно восстановиться нога должна сгибаться после операции не должно быть больно может быть мне не было больно помнишь саша я когда вот начинала по чуть-чуть да даже в этой палате еще вот им должно быть больно до конца конечно вы ее не согнете нужно добиться постепенно чтобы нога сгибалась на 90 градусов больше не стремитесь это же не ваш родной сустав это искусственный у него ограничение градус ограничен вот добиться этого надо в течение трех месяцев вот если вы за три месяца успеете добиться 90 градусов значит процесс идет правильно и все будет хорошо потому что чем дальше этот процесс откладывается тем сложнее становятся связки более тугие более тугие мышцы труднее ее сгибать простым словом атрофируются связки они не атрофируются там нет кровообращения они просто становятся жестче как бы высыхают сустав заржавеет вопрос ради так спрашивала у доктора кстати про сустав несколько человек спрашивали какое все-таки срок годности 5 10 15 у меня 20 лет это зависит от модели сустава у меня немецкая модель название не помню не буду обманывать но немецкая модель с металлом который может разрешает проводить мрт исследования новейшие 20 лет опять же износ сустава будет зависеть от вашего поведения от вашего поведения сколько выходит вашего веса это то про что я вам все время говорю берегите свой сустав как зеницок я бы так сказала много много ходить допустим там 10 тысяч шагов и больше это совсем не обязательно это как раз способствует я считаю какой-то степени износ ну как трущиеся поверхности металл вы же понимаете еще будем будем вас из пипетки будем маслом смазывать машинным да 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 будем вот так что некоторые говорят там месяц прошел после операции ногу сгибая но ногу у некоторые некоторые не могут там оторвать ее от дивана но все равно надо хоть по чуть-чуть хоть понемножку это делать минимально три раза в день и все пойдет обязательно пойдет потому что все равно при этих упражнениях улучшается кровообращение я сейчас сделаю короткую вставочку кстати вот те наши подписчики которые только что на нас подписались вы можете посмотреть у нас есть целый видеоролик посвященную ирина верна показывает упражнения которые она делала для восстановления да то есть реабилитацию ирина верна проходила сама самостоятельно в домашних условиях никаких реабилитационных центров только раза три по моему съездили к реабилитологу может быть раз пять я не к реабилитологу я съездила к физиотерапевту на лечебную вот эту физкультуру где каждый раз мне добавлялись какие-то упражнения которые я потом использовала и она меня все время останавливала что я делаю быстрее чем это нужно нужно делать это медленно потому что мы работаем на растяжку понимаете на растяжку чтобы эластичность была связок я считаю я добилась этого вот самостоятельно и укрепление мышц потому что в области коленного сустава мышц мало поэтому тут вот такие сложности не так как с тазобедренным суставом вопрос следующий женщина написала она прямо испугалась спала говорит спала на боку и болит колено можно ли так спать на боку можно на боку спать в любых позах спрашивала по моему спрашивала в больнице еще у врача можно ли поворачиваться на бок крутись как хочешь но я не крутилась потому что мне было как-то некомфортно на одном боку я могла спать а на боку на больной ноге мне было некомфортно совершенно потому что у меня еще болело у меня как раз внутренняя поверхность между ног вот эта внутренняя поверхность болезненно была потому что мне связку порванную прикрепили прямо к кости и конечно если я лежала на этом боку на больной ноге а вторая сверху конечно мне это было дискомфортно я не спала на этом боку это наш с Ириной Владимировны сегодняшний обед по кусочку красная рыба и никакого у нас не будет дополнение к ней может быть как по какому-нибудь луковому перу съедим и все и вот сейчас буквально на минут десять ее поставлю и наш обед будет готов красную рыбу мы едим конечно не каждый день но какую-то рыбу кушаем периодически я лично от красного мяса почти отказался если делаем шашлык то я сам ем курицу еще хотел задать вопрос у нас сегодня такая немножко соревноверная сборная солянка сегодня мы готовились без подготовки абсолютно экспромт там мы говорили о похудании сейчас про эндропротезирование сейчас хочу опять спросить вопрос про похудание очень многие люди женщины спрашивают что не могут никак начать то есть один человек сорвался второй человек сорвался но я могу вот судить по своей тёще по Ирине Владимировне но это такой человек ну неподъемно неподъемно смысле чтобы что-то начать и она как-то собой совладала совладала справилась и села на эту интервальную диету питание питание да диета слова не подходит конечно ее периодически она хочет где-то согрешить периодически ее провоцируют периодически она провоцирует но в целом держится что вы хотите пожелать тем людям которые хотят но не могут решиться или не хотят решиться нет хотят я думаю что хотят наверное хотят все но хотят все но зачастую и видим это большинство вот мы хотим и никак не можем взяться потому что нам кажется ой я не смогу ой мне будет тяжело ой я буду хотеть есть ой как же я без конфетки такая жара как же я без мороженого вы понимаете в чем дело вам разрешено кушать в течение 8 часов вот предположим с 11 плюс 8 до 19 это немало достаточно даже много ну хотите если вам трудно вот вы начали да вот вы взяли за себя начали хочется жарко все едят мороженое съешьте мороженое ну съешьте одно и не полкило но съешьте порцию все пьют кофе захотелось кофе с конфеткой съешьте кофе одну конфетку но основные приемы пищи ну вот вы сейчас ну вот вы сейчас все равно вот подожди саша я же не закончила я сейчас кор короткую вставочку но вы все равно людям говорите так как будто бы чтобы что-то сделать во первых надо захотеть во вторых надо приложить какие-то усилия а вы хотите сказать что никаких усилий прикладывать не надо не стоит захотеть и приложить усилия боятся что не получится да получится всегда если вы будете это делать понимаете просто ну надо чтобы еще хватило жизни я сейчас не говорю про возраст про 20 про 30 про 90 про 100 лет речь не о том просто многие люди они вот всю жизнь откладываю завтра завтра с понедельника с 1 сентября снова вот сегодня назрусь а завтра начну стоп и даже вот я могу сказать по своей тёще по ирине владимировне у нее все предыдущие подвиги как мы вот сидим за столом накушались до безобразия и вот он говорит ну все там с понедельника начинаем но это все сам обман нет а вот я хочу сказать когда я ездила в лепую худела мне было 46 по моему 96 год к доктору он говорил не надо бросаться прямо сегодня вот мы у него были на первом занятии записывали кому что можно кушать что кушать когда кушать в каком количестве вот вы приедете нажритесь завтра до отвала до пуза но купите те продукты которые вам нужны вот меню он составлял каждому индивидуально а потом начинайте но здесь немножко по-другому вы захотите похудеть вы приняли решение вам удобно с 11 до 19 кушать вот и кушайте если вам первые дни первые две недели тяжело отказаться от чего-то кушайте но уменьшите объем уменьшите капитально я не говорю что вот можно все но я и не говорю что запрещено не говорю этого слова ничего не запрещено но разум должен присутствовать потому что когда человек ставит это физиология нейрофизиология психология если хотите психика вы поставили запрет мне это нельзя мне вот эту конфету нельзя ну ладно если вы диабетик и вам категорически нельзя предположим да а если вы просто нормальный человек ожиревший да в силу каких-то причин там малоподвижность склонность с детства допустим полна там все разные причины у большинства людей причина одна это распущенность но не распущенность а есть предпосылки такие люди не могут быть все худые никто не может поэтому есть предрасположенность если вы предрасположенность значит вам нужно понимать вы можете скушать одну конфету съешьте и вы можете скушать одно мороженое в такую жару но исключите газировку сладкую без нее можно спокойно жить это я бы вообще категорически запретила потому что бесполезный напиток даже вредный пейте воду газированную но не сладкую вот постепенно ваш организм привыкнет он привыкнет у вас за две недели вы даже не заметите что вам не будет больше этого хотеться понимаете вы получите новые вкусовые ощущения и вам захочется взять вместо этой конфеты или зефира или пирожного какой-то изысканный сыр кусочек пусть немного какой-то кусочек мяса или кусочек рыбы кстати саша послези за рыбой потому что тот же лосось на этот вопрос с вами ответили я пошел переворачивать две недели привыкания накрыли сырье наверно стол вот у нас состоит из таких порций тарелка на самом деле маленькая по кусочку рыбы кусочек рыбы и салат лук с редиской и сметану там сметаны чуть а еще сорвали с нашей грядки это уже 10 о юбилейный огурец юбилейный 10 зелень рыбы к сожалению не своя но они сами что вы хотели еще сказать по поедет по и дедам поедет хотел сказать давайте поэтому он говорил что вы не пугайтесь начинайте еще одна клиента клиента клиент или надежность так называет по аптечному подписчица спрашивает болит спина что вы посоветуете деклофенак или что-то уколоть тоже собирается худеть собирается снижать вес болит позвоночник знакомое дело сама хожу скрюченная потому что ну слабость мышц ну и вот я отвечаю я вам посоветую начать начните и все у вас получится за две недели привыкните к новому образу жизни который будете потом соблюдать всю жизнь питайтесь как вы обычно питались что вы кушаете борщ там скажем картошечку с сосисочкой или еще что-то конечно мы предпочитаем мясо но бюджет у всех раз почему все время агитируете всех на какие-то у вас какие-то все разговоры кушайте конфетку кушайте сосиску все думают что я жую лист салата эти восемь часов и закусываю луком но вы почему это но вы все время такое ощущение что вы прямо рекламируете неправильное питание я не рекламирую хватит в советское время всю жизнь а мы люди из советского времени в основном что мы ели на обед котлета картошка пюре и на первое борщ или у меня такое ощущение что вы уже будете вам будет 120 лет вы будете всю жизнь я уже буду валяться уже союза нет да не знаю сколько союза нет люди остались а люди остались продолжать и еще по эндопротезированию один момент скажу спрашивают месяц после операции начинают самостоятельно ходить без костылей можно ли не могу сказать можно ли не знаю ничего о вас потому что например каждый случай он индивидуален и как вам рекомендовал доктор мне например не разрешал вам может быть пожалуйста так что это все очень индивидуально тут нужно обязательно консультироваться я не могу давать такие советы заочно за 1000 километров покушаем потом еще поговорим чем это вы балуетесь десерт это у меня морковка только с грядки сладенькая эко морковка принесли собаки он морковку любит но это не понял но мы принесли им она была раза в три меньше совсем маленькая надо ему сегодня принести саж ладно ребята девчата какие будут вопросы по интервальному голоданию по эндопротезирование задавайте на все ответим всем здоровья всем пока под всем здоровья всем пока подписывайтесь всем удачи всего